Боисов Амин. Можно ваш паспорт, пожалуйста? Участвую второй раз уже. Надеюсь добиться успеха. Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников проводится в два тура. В первом ребятам предстояло провести анализы исторического источника и написать историческое эссе, посвященное разбору и оценке определенного высказывания историка или современника. Принимают участие дети 9-11 классов. С 9 класса я начал интересоваться историей. Нашел какие олимпиады бывают, перечневые, вузовские, региональный этап, потом будет всероссийский этап. Сначала я не мог победить, но потом пошли результаты. Я стал победителем некоторых вузовских олимпиад, потом вышел на умники-умницы в Москву, сейчас выступаю там. Мое любимое время, скорее всего, это новое время, когда Петр I провозгласил империю. Изучение истории требует большой усидчивости, говорит Елизавета Вличко. Чтение текста, работа с источником предполагают умение сосредоточиться на том, что ты делаешь. Любовь к истории привел мой учитель Ольга Константиновна Голубцова. Именно благодаря ней я стала изучать эту дисциплину намного глубже. И правительница прекрасная Елизавета Петровна, которая правила именно в 18 веке, является дочерью Петра Великого, прежде всего, моя любимица. Я восхищаюсь ее политикой. Первый раз Елизавета Величко участвовала во Всероссийской Олимпиаде в 9 классе. Тогда было призовое место. Прошел год, и она вновь участница. Настроена Елизавета решительно. Нужен лучший результат – победа. Всероссийская Олимпиада школьников, безусловно, является одним из самых престижных интеллектуальных состязаний, которые проводятся среди обучающихся общеобразовательных организаций и представляют собой систему ежегодных предметных олимпиад. В нашей республике во Всероссийской Олимпиаде участвуют 1400 детей. Из года в год растет интерес к участию в Олимпиаде, потому что победа в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады открывает перед выпускниками школ, в частности, все двери для профильных вузов. Именно к этому они и стремятся. На выполнение творческих заданий отводится три часа. Это время кажется значительным, но чаще всего те, кто впервые участвует в региональном этапе, не успевают выполнить большую часть проекта или эссе. Поэтому очень важно развить в себе навык написания творческих работ за определенное время. В аудитории проведения Олимпиады не разрешается брать каких-либо печатных изданий, включая справочные материалы. Участникам запрещено использование любых носителей информации и средств ФИАДе. Вам выдали два бланка для эссе и два бланка для проекта. Хорошо? Если у вас не хватает места, вы решили более чем на двух листах написать эссе, вы просите дополнительный бланк. Во втором туре участникам предложили до 15 задач из различных разделов истории. В основном они посвящены отечественной истории. На выполнение заданий дается три часа. Максимальное количество баллов за оба тура Олимпиады – 200. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Корчаево, Чекесия.